МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске программы Депутатский вестник. Культура, образование, экономика. Как развивается Шкотовский район. Рабочая поездка спикера Краевого парламента. То, что они сделали, они просто молодцы, что используя свой ресурс, человеческую активность, присутствие лунских частей, сделали хороший морял. День защиты детей каждый день. Инспекторы по делам несовершеннолетних отметили 80-летие своего подразделения. У нас за последние годы отмечается динамика к снижению подростковой преступности. Льготный тариф на тепло и горячую воду. Главное – учесть интересы приморцев. Все льготы сохранятся для льготных категорий и краевых льготников, и федеральных льготников. Об этом и не только в программе Депутатский вестник. Рабочая поездка в Шкотовский район спикера Краевого парламента началась с села Романовка, где в день 70-летия Великой Победы открыли новый мемориальный комплекс. Боевая слава села – это дань памяти и уважения доблестным землякам. Здесь, с одной стороны, увековечены имена 99 погибших воинов, с другой – знаменитых морских авиаторов. Многие местные жители, и мы тоже не знали, оказалось, что 33 героя Советского Союза и героев России когда-то проходили службу в гарнизоне Романовка. Вообще, это была очень крупная база авиации Тихоокеанского флота. И вот, как бы, увековечить их память и вообще авиацию флота в Романовке было решено тоже сделать здесь памятник. То, что они сделали, они просто молодцы, что, используя свой ресурс, человеческую активность, присутствие воинских частей, сделали хороший мемориал, хорошую, добрую память о людях, которые проходили воинскую службу в этом месте. Вот, это известное место для Тихоокеанского флота и для авиации военно-морского флота. Мне вдвойне приятно, я в течение ряда лет был членом военного совета морской авиации Тихоокеанского флота. К созданию мемориала подключились все – и ветераны, и бизнесмены, и местные власти. Управились буквально за несколько месяцев. Самое сложное было – установить самолет. Списанный Су-24Р привезли из аэродрома Кневичи. 24-тонный груз везли на нескольких трейлерах по частям. Четыре дня собирали. Теперь это одна из визитных карточек села. Сейчас в Романовке идет подготовка к празднованию окончания Второй мировой войны. 2 сентября у нового мемориала вновь соберутся тысячи жителей села и окрестностей. Следующий пункт поездки спикера – поселок Смоленинова. Уже несколько месяцев здесь работает новый детский сад «Ягодка». Сегодня сюда ходят 115 малышей. Просторные игровые комнаты, спортивные и музыкальные залы, обучающие игрушки. Здесь сделано все с учетом требований к образовательному процессу. Кстати, придется и подарок от спикера. Набор игровых мячей и детские книги. Вот все есть, ворота есть, чтобы мячи были. Это уже второй новый детсад в районе. А с появлением «Ягодки» полностью решена проблема очередей для детей от 3 до 7 лет. Идет работа и по развитию спорта. Совсем скоро в Смолениново откроется новый спортивный комплекс, пока единственный в районе. Идут отделочные работы. Уже в июле местные жители смогут здесь заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом, тяжелой атлетикой и даже йогой. Будут работать десятки секций для детей и взрослых. Объект возводят по программе развития физкультуры и спорта в Приморском крае. Важные условия участия – привлечение инвестиций. Их нашли. Около 30 миллионов в проект вложил спонсор – морской порт «Суходол». А этот объект завоевывает все больше внимания приморцев. Сафари-парк для края уникален. Здесь на одной территории соседствуют разные виды животных. Некоторые занесены в Красную книгу. Амур и Тайга попали сюда по программе сохранения популяции амурских тигров. А Тихона привезли из Хабаровского края. Тигр в поисках пищи начал выходить к людям и представлял опасность. В ближайшем будущем в сафари-парке появятся и новые краснокнижные обитатели. Мы начали стройку большую в парк леопардов. Он еще будет больше, чем парк тигров. Вот уже где-то одну треть, наверное, сделали. Вот нам дали рекомендации на получение чистокровных амурских леопардов из зоопарков. Это европейская программа по сравнению амурского леопарда. Ну вот все силы сейчас сюда вкладываем. Животных можно кормить и фотографироваться с ними. Все под строгим наблюдением экскурсовода. А за хищниками можно наблюдать сверху. На территории с футбольное поле тигры ведут себя совершенно естественно. По словам Виктора Горчакова, сафари-парк может стать одним из значимых туристических объектов Приморского края. А в бывшем гарнизоне Андреевка Шкотовского района кипят работы по созданию крупного сельскохозяйственного комплекса. Китайская компания планирует открыть здесь предприятие полного цикла по производству мяса говядины и выращиванию овощей. В Китае очень мощная база по разведению крупнорогатого скота, свинины и по выращиванию овощей. А в России очень подходит климат и земля для такого производства. Проект рассчитан на 10 лет. Общий объем инвестиций – 2 миллиарда долларов. Соглашения о создании такого предприятия были подписаны в ходе визита первого секретаря КПК провинции Цзилинь. Одно из условий – привлечение местных специалистов. Если им удастся сформировать хороший бизнес-проект по вовлечению иностранных инвестиций и по решению нашей главной задачи, мы заинтересованы в развитии животноводства на территории Приморского края. И одна из главных позиций в этом плане, о котором они показывали, рассказывали и говорят, и получили поддержку от руководства провинции Цзилинь – это развитие животноводства в разных аспектах. Мы, конечно, будем за ним смотреть, чтобы обещания совпали с практикой жизни. Уже в этом году на предприятии планируют получить первый урожай тепличных овощей, а к концу будущего наладить производство говядины. На повестке Комитета по экономической политике и собственности вопросы, которые касаются 250 тысяч приморских семей. Депутаты во втором и третьем чтениях рассмотрели документ о льготном тарифе на тепловую энергию и изменения в закон о защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. Сегодня администрация края в этой части заверила депутатов, что этот закон приведет только к упрощению расчетов за тепло, к возможному улучшению качества и, соответственно, не ухудшению жителей приморского края с точки зрения льгот. И это важно. Нововведение изменит действующую сегодня схему предоставления льгот. Если сейчас субсидия на оплату коммунальных услуг предоставляется гражданам, то с 1 июля их напрямую будут предоставлять теплоснабжающим организациям. В квитанции будет стоять та конечная цифра, которую надо будет оплачивать. И никаких лишних цифр там не будет. Все льготы сохранятся для льготных категорий и краевых льготников, и федеральных льготников. Все категории льготников будут получать ту льготу, которую они сегодня и получают. И это никак не скажется на пересмотрах социальных норм площади. На эти цели из бюджета выделен 1 миллиард 400 миллионов рублей. Обсудили и энергетическую безопасность Приморья. К отопительному сезону в крае установят более 70 модульных котельных. В этом году до начала отопительного сезона – это модульная котельная. Соответственно, если такая работа будет проведена, мы считаем, что улучшится качество теплоснабжения в крае горячего водоснабжения. Эти вопросы внесут в повестку очередного заседания краевого парламента. Оно назначено на 17 июня. Ко дню защиты детей депутаты краевого парламента проводили мероприятия на своих округах. Сергей Ищенко посетил детский дом Уссурийска, где также собрались представители власти и общественных организаций. Сегодня здесь проживает более 160 детей. Ребята – неоднократные призеры различных соревнований. Футболисты, к примеру, победители краевых и региональных состязаний. Они давно вернулись из Сочи, где проходил всероссийский турнир. Успехи ребят во многом заслуга педагогов. Многие всю жизнь посвятили детям. Стаж работы 30, а то и 40 лет. Их отметили почетными грамотами законодательного собрания. Как депутат законодательного собрания, не скрою, что это мероприятие было посвящено еще и материальной помощи, чтобы ту партийную программу, которая помогает в этом плане наш губернатор. И мы фактически через краевой бюджет дополнительно выделили 14 миллионов рублей на детские дома, которые находятся в Уссурийском городском округе. В детском доме работают десятки кружков и секций. Исламбеку Саторову приглянулись русские народные танцы. И в этом деле он преуспел. Номер с ложками покорил даже москвичей. В столице ребята заняли третье место. Просто для себя что-то новое. Всем занимался. И захотелось такое необычное. Нигде мальчики не танцуют. Мы так собрались, подумали и решили потанцевать. Нигде такого нет. Вот сколько мы ездили, мы выигрывали, можно сказать, только из-за того. Но это нам давало плюс. То, что много мальчиков танцуют. Везде танцуют девочки, этот мальчик выходит. И мы всем нравимся. Как бы хорошо здесь не было, у каждого ребенка должна быть своя семья. На это нацелена работа в детском доме. Конечно, самое главное, чтобы ребенок мог обрести семью. И при детском доме работает уже пять лет служба подготовки приемных родителей. Мы стараемся подготовить приемных родителей, детей, для того, чтобы создавать новые семьи. Сегодня в органах опеки и попечительства Приморского края на учете около 12 тысяч детей-сирот. Из них четверть находятся в детских домах и реабилитационных центрах. А в прошлом году около полутора тысяч ребят были устроены в семьи. Для этой службы День защиты детей каждый день. Подразделение по делам несовершеннолетних приморской полиции отметило 80-летие. За эти годы задачи не изменились. Это работа с неблагополучными семьями, снижение подростковой преступности. Положительные результаты есть. У нас за последние годы отмечается динамика к снижению подростковой преступности. Но хочу сразу отметить, что без совместного участия органов системы профилактики мы бы таких достижений не добились. Почему? Объясняю. Потому что в органы системы профилактики входят не только сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, но и образование, и здравоохранение, и соцзащита, и уголовно-исполнительная инспекция. Одно из важных направлений – работа с неблагополучными семьями. Сегодня на учете таких более тысячи. Решать родительских прав – крайняя мера. Горе родителям дает шанс исправиться при помощи специалистов. Как результат – более сотни детей возвращены в кровные семьи. Но социальное сиротство по-прежнему одна из самых острых проблем. К ее решению подключаются и краевые законодатели. Спикер Краевого парламента – приморский куратор проекта «России важен каждый ребенок». Виктор Горчаков отметил, за последние годы принят ряд законов в поддержку приемных семей и усыновителей. Но сирот по-прежнему много. И одна из важных задач – помочь им войти во взрослую жизнь. Здесь работа вот этих самых структур милицейских очень важным является, поскольку у них есть опыт, есть знание ситуации, знание микрорайонов, в которых обретается это все. Поэтому я считаю, что мы взаимодействовали с этой службой и будем взаимодействовать дальше с тем, чтобы повысить эффективность совместной работы. Летом работы полицейским прибавится. Традиционно каникулы – самый тревожный период. Поэтому рейдов и профилактических мер будет больше, а с трудными подростками будут работать индивидуально. На каждого составят план занятости на весь летний период. Начинается сезон отпусков и совсем скоро на отдых в Приморье приедут тысячи туристов. Но для того, чтобы край стал в любое время года привлекательным для путешественников, нужна стратегия развития отрасли. Об этом говорили депутаты Комитета по экономике. В крае действуют программы развития туризма с 2013 по 2017 годы. Чтобы повысить ее эффективность, специалисты администрации края предлагают внести в нее изменения. В принципе, планы вполне понятны. Они реализуемы, самое главное. То есть, это не прожекты, это уже конкретные проекты. И плоды этих проектов, я думаю, что первые плоды этих проектов мы увидим уже этим летом, когда будет запущена и горная зона, и когда первые туристы пойдут уже в окрестности Владивостока. Кроме того, я все-таки очень надеюсь, что будет запущен проект Острова Русский, рекреационные зоны, потому что рекреационный потенциал пригорода Владивостока, Острова Русский, он действительно достаточно большой. Задача – увеличить долю туризма в валовом региональном продукте с 5,5 до 8%. А турпоток – до 12 миллионов человек в год. К сравнению, сегодня ежегодно Приморье посещает около 2 миллионов человек. Нужно, чтобы и горная зона заработала, нужно, чтобы океанариум заработал, нужно, чтобы гостиницы были достроены. Поэтому совокупно вот эти объекты и развитие другой инфраструктуры в крае, включение в Уссурийской территории, в программу находки, кавалерово и так далее, вот тогда получится вот такой эффект. Пока же мы остановились на цифре чуть больше миллиона. Сегодня специалисты формируют реестр туристических объектов. Проекты объединили в кластеры, которые в дальнейшем могут получить федеральную поддержку. Инвестиционные проекты разработаны на территории 11 муниципальных образований. Импульс развитию туризма должен дать и закон о свободном порте Владивосток. В нем хотят предусмотреть безвизовый въезд иностранных граждан на срок до 8 суток. В столице края центрами притяжений должны стать рекреационная зона на Русском, где будут работать океанариум и природные парки, и горная зона у бухты Муравьиной, а особое внимание объектам Владивостокской крепости. Их планируют включить в ежегодный туристический фестиваль. Как обещают власти, в скором времени крепость в центре города вновь будет привлекать внимание жителей и гостей полуденным залпом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok